На смену спорту в Неполитике пришли пожертвования в пользу армии захватчиков. Так, многолетний капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук продал на аукционе свою футболку, деньги с которого идут на помощь армии РФ. Показательно, что в аукционе приняли участие многие футболисты и тренеры петербургского «Зенита». Но именно Тимощук побил все рекорды. Лот Тимощука был продан за 700 тысяч рублей. В то время как остальные футболисты, тренеры и бывшие игроки «Зенита» собрали для нужд РФ в десятки раз меньше. От 26 до 80 тысяч рублей. А сейчас чисто по-дружески и не жалею о том, что есть возможность помочь ребятам добиваться результата. Тут стоит напомнить, что уроженец Луцка, города Западной Украины, регулярно позиционировавший себя патриотом своей страны. Что касается языка, то украинский язык родной для меня. В семье, с родителями, детьми, женой я разговариваю исключительно на украинском языке. Я горжусь тем, что я украинец и делаю свое дело на футбольном поле. С начала полномасштабного вторжения РФ принял решение отмолчаться о войне и продолжить работу в структуре российского клуба «Зенит». Это решение Тимащука сперва удивило. Я не понимаю его, если честно. Его отец сейчас находится в территориальной обороне на западе Украины. Он поддерживает Украину. При этом Анатолий хранит молчание. А после и возмутило. Не только футбольных болельщиков, но и бывших друзей Анатолия. В Питере живет бывший футболист сборной Украины, ныне тренер петербургского «Зенита». Я знаю, что у вас с Тимащуком был диалог и длился он две минуты. Рассказывай, что в нем было. Я ему просто написал, как тебе спится по ночам. Он мне ответил, что не спится точно так же, как и тебе. Как бы я ничего больше не этот, и он мне набрал. Конкретно я у него просто спросил, почему ты молчишь. Ты для меня был примером, я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни. Он послал меня нахуй, послал его, и то есть на этом наш разговор закончился. Если поначалу действия украинца, у которого родители остаются в Украине, бывшие товарищи и друзья пытались хоть как-то понять, сейчас ни о каком понимании речи уже не идет. Я хочу сказать за эту конченую б***ю, за Тимащука, которого выставил в футболку и помогает русским тварям. Ты что ж такая б***ь, Тимащук? Мне б***ь очень и очень жалко, что я б***ь играл с тобой в одной сборной, в сборной Украине. То, что ты русская продажная собака, которая за деньги продался. Но запомню, у тебя здесь живут родители. Дебил ты. Деньги в обмен на совесть и родину. Тимащук сделал свой выбор. Позор и пожизненный ярлык предателя. Именно таково наследие некогда капитана сборной Украины по футболу в родной стране. Субтитры создавал DimaTorzok